Успешное развитие двусторонних связей между Азербайджаном и Россией было подчеркнуто в ходе встречи президента Азербайджана Ильха Малиева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках рабочего визита главы Азербайджанского государства в Сочи. Лидеры двух стран подчеркнули стратегические характеры отношений между Азербайджаном и Россией. О развитии Азербайджанно-российских связей мы говорим с гостем студии, руководителем представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентином Денисовым. Здравствуйте, господин Денисов. Добро пожаловать в нашу студию. Как развиваются сегодня двусторонние связи между Азербайджаном и Россией? И каковы их перспективы? Конечно, встреча президентов это большой позитив. Это уточнение акцентов и в экономической, и в гуманитарной, и в политической сфере. Благо, что наши позиции близки и, как правило, совпадают и в двухсторонних отношениях, и на международной арене. Достаточно большое количество документов подписано между правительствами наших стран, между различными бизнес-структурами, между научными, образовательными центрами, культурными центрами. И наша задача сейчас просто последовательно их реализовывать. Я занимаюсь гуманитарной сферой, я знаю, какие вопросы нам сегодня взаимоинтересны и в Азербайджане, и в Российской Федерации. Но что касается интересов России на азербайджанской земле, я, конечно же, гуманитарных, я и хочу сказать. Это продвижение русского языка, при этом мы всегда говорим, что в Азербайджане русского языка столько, сколько им нужно, и здесь никто не занимается навязыванием. Но те меры, которые Российский информационно-культурный центр проводит по согласованию, естественно, с государственными структурами Азербайджана, они государственные и влияют на вот это языковое развитие. Ну, плюс культурные вопросы, образовательные, конечно же, я имею в виду, это обучение граждан Азербайджана в российских вузах в первую очередь. В этом году мы отобрали 202 человека, и надеюсь, что они все поедут, успешно получат российское образование, качественное образование в лучших вузах российских, вернутся и будут прославлять Азербайджан своими знаниями, и результатами. Многовековая дружба народа в двух стран, дружеские отношения лидеров в двух стран, и, конечно же, совместные проекты, вы тоже отметили в гуманитарной сфере. Что еще, какие еще факторы влияют на развитие отношений между Азербайджаном и Россией? Ну, сейчас, наверное, на ведущую позицию выходят экономические программы, тем более наши экономики схожи, ну, я имею в виду, в первую очередь, это природодобывающие, и, конечно же, ну, есть силы, которые хотели бы, если не разобщить, то развести на какое-то время Россию и Азербайджан в их общих интересах, ну, в плане развития, допустим, топлива-энергетического комплекса, но кто-то желает, а кто-то делает. А в гуманитарном сотрудничестве какие ближайшие перспективы планируется реализовывать совместные проекты? Ну, между Россией и Азербайджаном, я сказал, что подписано много соглашений, в том числе и в культурной сфере. И азербайджанские коллективы, и российские коллективы будут радовать зрителей Азербайджана и России своими гастрольными поездками, театральные, эстрадные и так далее. Очень много проходит творческих конкурсов, где активно принимают участие исполнители из Азербайджана. Поэтому здесь у нас, по-моему, отработано очень правильно и надежно. Спасибо большое, господин Денисов. Напомним о развитии Азербайджан-российских связей. Мы говорили с руководителем представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентином Денисовым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова